В седьмой букве русского алфавита ульяновцы отдают особое предпочтение благодаря их земляку, историку Николаю Карамзину. В Ульяновске даже установлен перед зданием Дворца книги памятник букви Йо. Автор памятника Александр Зинин изобразил ее такой, какой она в первый раз показала себя свету. Буква вдавлена в гранит, как типографский оттиск. 29 ноября во Дворце книги впервые в России отметили день рождения самой эмоциональной буквы алфавита. В честь такого знаменательного события сотрудники библиотеки провели литературный фестиваль одной буквы Йо. Гости смогли узнать или освежить в памяти историю возникновения и путь развития буквы Йо. Не так все просто было. И не сразу эта буква вошла в русское правописание. Пользовался Гавриил Романович Держарин. И два наших звука, которыми мы очень гордимся. Иван Иванович Дмитриев, который ее употребил в печати в сборнике и моей безделке. Но вот акцентированное ей внимание все-таки, и мы этим очень горды, Николай Михайлович Карамзин. Главный специалист по букве Йо, краевед Сергей Петров, во время лекции «Многострадальная литера Йо» в русскоязычных текстах рассказал, как Карамзин закрепил свои права на букву Йо. По словам Сергея Борисовича в 1797 году он выпустил «Альманах Аониды», где опубликовал свое стихотворение «Опытная Соломонова мудрость». И там есть слово «слезы». Там беды проливают слезы. И он делает ссылку. Буква Е с точками используется вместо деграфа. Как вы знаете, сейчас у нас много всяких английских слов по современной относится к оперативу. То есть он отметил прямо такие, что это я, это мое. Йо-моё. Почему все-таки так важно использовать сейчас в русском языке букву Йо, объяснила Елена Миронова, кандидат филологических наук. Есть учебник русского языка для иностранцев. И издатели спустя рукава напечатали эти книги и над буквами, где Йош, нету двух, а иностранцы изучают, и он читает Йош, и он неправильно изучает. И поэтому особенно в редакторском деле нельзя никогда допускать того, чтобы не было напечатано так, как должно быть по праву. Более 40 интерактивных площадок работало на трех этажах Дворца книги. Здесь проводились мастер-классы, конкурсы, книжные экспозиции, выставки и многое другое. И кругом мелькала только буква Йо. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова